Привет, друзья! С вами вновь Александр Монаков и второй выпуск мастер-блога Хэротс, где я рассказываю интересные и полезные вещи о культуре употребления алкоголя. Пиво, вопреки отношению, сложившемуся к нему у нас на родине, очень капризный продукт. Более того, от его правильного хранения и обращения с ним при наливе будет напрямую зависеть его вкус и, как говорят профессионалы, питкость. Итак, мы решили выпить несколько бокалов вкусного пива. На что обратить внимание? Выбор места. Пить пиво лучше в специализированных заведениях, пивных ресторанах и, конечно же, пабах. Объяснение очень простое. В таких местах пролив пива гораздо выше, чем в непрофильных, а следовательно, пиво будет свежим. Также, владельцы пивных заведений гораздо более ответственно следят за хранением пива и обращением к пиву со стороны персонала заведения. Определяемся с сортом. В пабе или пивном ресторане бармен или официант поможет вам с выбором, но перед тем, как вы решите получить удовольствие от пива, лучше знать несколько моментов, которые помогут вам не прогадать с сортом. Решите для себя такие вопросы. Нравится ли вам горечь в пиве или нет? Вы любите плотное или легкое пиво? Вам нравится ярко выраженный вкус или ненавязчивый? И нравится ли вам сладкое пиво с разными вкусами? Вишня, персик и так далее? Не факт, конечно, что вы, не будучи любителем пива, имеете четкое представление о том, что вы любите. Но примерно обрисовать картину пожеланий бармену вам это поможет. Обращаем внимание на то, как бармен относится к наливу пива. Посуда должна быть чистой. Бокал не должен быть горячим. Вы сможете проверить это, когда вам подадут пиво. И даже если пиво внутри него будет холодным, знайте, оно в любом случае уже не той температуры, которой должно быть. Вспоминаем физику. Пиво бармен должен наливать, держа кружку за ручку или бокал за дно. Кран не должен касаться пива. Пена. Очень важная составляющая пива и его подачи. Пена препятствует активному окислению пива, то есть не дает ему выдыхаться и, как следствие, менять вкус. Пена должна покрывать пиво примерно на 2-4 сантиметра. А в зависимости от сорта пива и формы бокала, может доходить до 5-7 сантиметров. Выбор закуски. Легкому пиву легкие закуски. Орешки, красная рыба, вяленое копченое мясо. Плотному пиву тяжелые и жирные блюда. Колбаски, свинина, сыр. С горькими сортами хорошо сочетаются достаточно соленые блюда. Фисташки, охотничьи колбаски, мясные чипсы и так далее. Ну и наслаждайтесь!